Дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лападом, и сегодня вы будете, насторожитесь, вы будете удивлены, потому что всё будет загадочно. Код ареста – это совершенно замечательный роман Марии Энгстрант, который находится на стыке жанров. С одной стороны, это совершенно типический детектив для юного читателя. Подростковый детектив с загадками, с шифрами, с тайнами. А с другой стороны, это роман, который удивительно сложен и многогранен. Я попытаюсь вам это рассказать, передать своё ощущение. Главная героиня – Малин. Такое странное имя на русский слух. Была бы Малина, было бы понятно в женском роде. А Малин – это вполне себе такое забавное имя. Однажды сталкивается с незнакомцем на пороге собственного дома. Вот она там идёт, значит, в сумерках выскакивает, как чёрт из табакерки человек, в меховой шапке, вручает ей письмо. И говорит, что через 100 дней, ровно через 100 дней, в дом напротив поселятся новые ваши соседи. И ты встретишь молодого человека. При этом ещё спросил, кто она по знакому Зодиака. То есть, она ответила, и он удовлетворён её ответом. Да, 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 всё сходится. Вот ты встретишь молодого человека и будут звать арест. Это письмо для него. И подаёт ей письмо. И исчезает. Но, с одной стороны, кто-нибудь может, конечно, в теории знать, когда заселятся новые соседи в освободившийся дом через дорогу. Тем более, если это маленький заштатный датский городок. Тем более, что если это глухая улочка, фактически тупик. В несколько домов, где все соседи знают друг друга, как облопленных. И когда въезжает новое оригинальное семейство, у ареста очень оригинальная мамаша, значит, у юноши с таким вот античным именем арест. Значит, об этом всем становится сразу известно. И, в общем, предугадать заселение семьи можно. Но вот остальное объяснить совершенно нельзя. Потому что в письме содержится загадка и сведения, которые могут быть известны, ну, непонятно кому. То есть, ну, как бы, человеку, который, ну, в общем, в курсе каких-то тайн. Да, а само письмо зашифровано шифром, да. Естественно, Малин передает это письмо мальчику, юноше, аресту, который у нас, он прям такой ворд-байрон. Он и выглядит необычно, и ведет себя не так, как одноклассники, и как бы вот стороницы их немножко чураются, да. Ну, вот вроде бы должна тут блеснуть искра божья, и, значит, они должны магически притягиваться друг к другу. Ничуть не бывало. Еще раз говорю, роман преподнесет вам множество сюрпризов. С одной стороны, произошла полная катастрофа. Арест не только не принял это письмо, он посмотрел на Малин, как на сумасшедшую, то есть, фактически, да, и порвал немедленно, не читая это письмо, в кулачки, которые передал ему незнакомец. Она сто дней терпела, она ждала. Она, значит, пересчитывала это письмо в силах понятия, разгадать его тайну, да. И тут пришел человек, не глядя, разорвал, выкинул. Все, на этом история должна была бы закончиться. В любом случае, обычный подросток, не связанный с этим фантастическим сюжетом, наверняка никогда бы в жизни больше не заговорил с этим придурком. Но Малин не такова. Она очень упорная, очень настойчива, очень логична. Естественно, она скопировала письмо. И эту копию им таки удастся расшифровать. Я, разумеется, не скажу, что там было написано, но скажу следующее. Тут роман в очередной раз доставит такую приятную минуту, не разочаровывающую взрослому читателю. Потому что, когда мы находим карту острова-сокровищ, у нас все понятно. Море, остров, пальма, мыс, клад. Все. Все понятно. То есть, как дядя Федор в мультике, да, то есть, идешь и выкапываешь этот клад. Ну, кто же будет так делать? Ну, боже мой. Никто, конечно, никогда так не делает. Расшифровав код, они раскрыли код, там есть целая врезка с научно-популярными, я бы сказал, познавательными знаниями о том, как происходит шифрование. Вот. Это отдельная совершенно тема. Автор слегка фанатеет от таких вещей, и она умеет их объяснять доступно. То есть, они, вот эти все перестановки букв, это сложнейшая с математической точки зрения штука. И их описать так просто не получится у кого попало. Вот у нее получилось. Я, кажется, понял, как это все работает, но, в любом случае, мне было гораздо интереснее, как и вам, узнать, в чем содержание письма. Так, и оно тоже оказалось страшно загадочным. Что это за дом? Как где? Что это за тайники? Какой такой дуб? Откуда он взялся? Где искать этот дуб? А этот дуб, кстати, уж давно один пень остался, да? Вот. Что вообще происходит? А все это происходит, значит, в связи с событиями роковыми и очень загадочными, которые произошли в конце 19 века. Как раз когда начала тянуться ниточка железной дороги. Железная дорога такая штука, которая должна идти, догадались, да? Соответственно, всякие удивительные укромные места, заповедные озера, сложный рельеф, какие-то таинственные локации, по которым любят лозаковцы ходить и говорят, здесь особенное место. Значит, вот это все для железной дороги, это все ноль. То есть, это вот эффективно, это как раз железный конь, который молодого глупого жеребенка далеко обгоняет. И вот постепенно возникают два персонажа. Инженер по фамилии Эриксон, ну, это как русский Иванов, ну, понимаете, есть распространенные фамилии. Значит, очень значимый это инженер, который сделал у себя на родине многое, известная историческая личность. Вот. И девушка загадочная, которая тоже играет на виолончели, которая тоже, и начинает вырисовываться параллели. Ну, все, скажете вы тут. Ну, все, очевидно же, ну, все просто дальше. Чего ты все это время рассказывал-то там? Это банальный роман о путешествиях во времени, да? А вот и нет. Вот и просто реальность, она гораздо более хитро устроена, чем вам кажется. Гораздо более хитро. Обратите, кстати, внимание на глубокую психологическую подложку под этим романом. У нас есть каверзный фантастический сюжет. Сюжет такой, как бы, квази-детектив, да? Почему квази-детектив, почему не настоящий детектив? Дело не в том, что не настоящий, а дело в том, что он использует другие приемы, потому что здесь у нас есть вот такой мистико-фантастический элемент. Он не вписывается в классический детектив, где есть мотив преступления, само преступление и раскрытие, да? Значит, следовая картина, ее анализ, улики и так далее. Здесь немножко по-другому все выстроено, потому что все-таки это фантастическая вещь. И есть психологическая подкладка. Семья Малин очень необычная. Папа проходит длительную реабилитацию после операции на сердце. Мы об этом узнаем не сразу. Мы сначала узнаем о том, что папа со странностями. Потом мы понимаем, что этот рассеянный, добродушный, но какой-то весь нелепый человек еще сыграет свою роль. И когда он знакомится с одной замечательной женщиной, мы понимаем, к чему все идет. И читать это крайне неприятно, потому что так холодеет все внутри. Ты понимаешь, что обычно в жизни такие истории кончаются некрасиво. Тем более, что мама у Малин – это трудоголик, жесткий, сосредоточенный на своей работе человек, который пытается все контролировать. Это сказалось на чрезвычайно сложных взаимоотношениях мамы и Малин. С одной стороны, девочка все понимает, понимает, что у мамы, очевидно, уже ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство, если кто не знает. То есть она реально пытается выстроить свое поведение так, чтобы маме не причинять не то, что неприятности, а психологический дискомфорт реальный. Она действительно старается не травмировать маму. Поэтому и звонит, и смс. Любой подросток сбунтуется, 13-летний, если только в одном только случае этого не произойдет, если он понимает, что другому человеку нужна его помощь. Они поддерживают друг друга с мамой на фоне папиной болезни друг друга. Вот это, знаете, совсем как-то не вписывается в веселую историю про… ну не веселую, конечно, а в такую облегченную типа историю про юного детектива. У ареста все еще сложнее. Его мама – это альтернативщица. Это профессиональная протестантка. Я не имею в виду сейчас религиозную деноминацию. Я имею в виду не конфессию, а я имею в виду тип характера человека. Она против таблеток. Она выращивает какие-то особые растенницы. Она чертит какие-то волшебные знаки. Она проводит сеансы медитации. Она приглашает всех на фестиваль какого-нибудь особого пения, исцеляющего и так далее. В общем, шиза косит наши ряды. Конечно, любому подростку в определенный момент приятно, когда его родители необычны, когда есть чем выделиться, есть чем козырнуть перед товарищами и сверстниками. А мои-то ого-го, папа-то у меня там, о-о-о, ну он там у меня там, вот, и мама-то-то-о. А потом наступает обратная реакция, когда тебе страшно хочется перестать выделяться. Ты становишься неизбежно белой вороной благодаря вот этим своим. И ты становишься нестерпимо стыдно за профессию родителей. Кто-то, актеришка, господи, какой позор, он снимается в кино. Вот. Что здесь такого? Как это? А кто твой папа? Ну, у него сложная профессия. Нет, прямо я не могу сказать, что он библиотекарь. Это же постыдно, это же не мужская профессия. Понимаете, стереотипы, они везде одинаковы. И арест на самом деле стыдится мамы по другим причинам, которые я вам раскрывать не буду, потому что это будет спойлером, но он действительно испытывает крайнюю неприязнь ко всему, что она делает. И к этим ее чаям травяным, и к этому ее исцеляющему пению, и к этим медитациям. Потому что это действительно для подростка характерное, совершенно типическое поведение, когда подросток таким образом в 13 лет себя ведет. И вот им предстоит раскрывать эти загадки, неизвестно откуда взявшихся писем, тайн, причем спрятанные хорошо. Вы знаете, в здании можно много где спрятать какой-нибудь артефакт, да? Но ведь найдут же. Найдут при ремонте, найдут. Есть только несколько мест, например, снаружи, где точно никто не будет искать. И, в общем, это действительно. Идет охота за этими артефактами. Разумеется, всплывает такая тема из «Маятников УКО» Умберто Эйка, если кто читал, да? Помните о «Тайных местностях» и так далее. Возникает образ лозоходца, который, значит, у якобы у ареста есть талант лозоходца. Ну, на самом деле, конечно, верить во все это не обязательно, но автор не увлекается излишним символизмом и вот этой мистикой. Наоборот, ей интересно вполне конкретную логико-историческую задачку решить, да? Разумеется, фантастическую, не забываем. И ключ или код ареста – это действительно шифр, который вам удастся разгадать вместе с героями и который действительно приведет к ответу на все эти бесчисленные вопросы. Вообще, конечно, книга выбивается из ряда, вот я еще раз говорю, стандартного юношеского чтения, где у нас есть и загадки вроде, и детективные расследования, и даже фантастика. Здесь нам много всего будет того описано, что, скажем так, казалось бы, лишнее для сюжета, но это придает полноту и совершенно четко реалистичность всему происходящему. Ты действительно начинаешь верить в то, что инженер по имени Эриксон укра... О, почти не сказал. Я вам ничего не говорил. А что именно, как, где, когда, узнаете, прочитав книгу. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.